так приехали мы в компанию зодчий минске у них тут есть выставка домов из бруса собственно говоря можно посмотреть деталей как сделано готовые дома вот они стоят есть на них проект и можно посмотреть в лицо баня 6 на 7 вот это вот баня 6 на 7 нас стоит у них вот столько вот денег есть как сделаны стены то есть идет какой слой идет дерево потом идет пленка 1 мембрана потом идет вата самая дешевая 15 сантиметров потом идет внутренняя пленка и внутренняя отделка из доски все сделано 15 на 3 где-то или на 4 вот есть наружное утепление из usb стены под пластиковый сайдинг то есть можно сделать под вагонку вариант можно сделать под сайдинг то что вот этот вариант предложено это уже каменная вата идет тоже самое здесь внутренняя отделка пленка утеплитель идет потом usb потом наружная мембрана и наружная отделка то есть почему эти слои неправильные они правильные не потому что нет вент зазора нет вентиляции это раз если этот слой вот этот ставить в теплокалькулятор то не будет проходить это помещение по влагонакопления технологически может это просто быстро возводима скорее всего из-за того что на usb крепится все не нужны укосины но не самое оптимальное решение может быть какое-то выгодное но не очень оптимальное с точки зрения правильного пирога стены то есть тут вот еще даже фаз есть как сделаны стены usb мембрана ветрозащитная которая помню здесь ее в принципе вообще можно было бы не использовать если есть usb вата ну вот короче вот вам и реклама судя по пирогу стены я бы такой дом себе не покупал мы посмотрим что там внутри банька если она будет эта банька не отапливаемая тогда можно может ее убрать так смотрим заходим что у нас тут предбанник видно что окна варнитура самая дешевая окна самые дешевые потолки 250 скорее всего до 250 потолки здесь комната отдыха тоже самая парилка фурнитура самая дешевая все это вот на клееном брусе сделано из досок то есть вагонка тоже не цельная оклеенная может это и практичнее не знаю то есть набито все вот гвоздями вот так вот что нельзя было круто сделать каким-нибудь с мелкими шляпками как вот здесь или как вот здесь допустим вот гвоздь такой вот интерьерчик давайте посмотрим дальше здесь вот у нас есть моечная то есть моечная у нас есть душевая кабина здесь представлена тоже социальный вариант самый полы я бы тут вложил бы плитку кладу плитку бы ну хотя можно в принципе дерево но лучше плитку вот как вот с этой штуки окунуть себя водой ну вот давайте попробуем я пришел в баню такой попариться дай-ка себе водой беру вот этот чат и пытаюсь налить то есть нужно трахец приседать и она сбоку оболью причем вот это вот место где у нас тут вода будет постоянно контактировать с этой но зашито вагонкой с этому всему придет капец моментом авил у нас идет тут стеклянная дверь специального стекла неупорного мы посмотрим что в парилке кстати могли бы подсветку бы какую-нибудь сделать для посетителей тоже парилка полок то есть не самый рациональный вариант использования места если видно здесь вот кусок просто место пустует можно было бы поменять компоновку полков чтобы было более менее рационально все это дело использовано освещение опять же где где как народ в бане будет сидеть без света где светильник нету где электрика разведена нету сделаны вот за то воздухозаборники то есть вентиляция какая-то предусмотрена чтобы пар наверно выходил из парилки или что в общем чудо технологии посмотрим дальше это был обзор бани сейчас будем двигаться следующее помещение ну что касается бани за 13 тысяч с половиной по этой технологии сделанная баня она золотая на мой взгляд если это делать для каких-то нужд не знаю даже не знаю для может можно такую баню заказывать ну я бы короче не брал во первых и по конструкции есть моменты и по отделке и по наполнению не нравится короче баня не зачет не берем если были бы 13 тысяч я бы не брал сейчас пойдем дальше следующий дом это уже дом такой получше побогаче с крышей с такой с мансардным этажом ну что саня берем дом себе давай заказывай надо брать давайте посмотрим что тут у него на проекте нарисовано дом называется комфорт b150 6 на 6 метров такой у меня кстати по проекту был предусмотрен дом на свайна бетонном каком-то фундаменте он тут нарисован площадь застройки 37 метров общая площадь 56 срок строительства 10-15 дней метраж прихожая 5 комната 5 комната 14 комната 7 и мансарда 25 квадратов то есть вот план мансарды здесь без стен без ничего и план первого этажа ну то есть такой дачный домик где цена на этот чудо дачный домик а цена на домик комфорт 12000 ну что он из себя представляет наружная отделка вагонка сверху металлочерепица вероятно на каком-то фундаменте он стоит так посмотрим опять же стены чтобы стены посмотреть нужно идти внутрь пойдем смотрим компания зочи так компания звучит вот предлагает нам такой дом говорит за 13 будет супер что мы видим что двери они не теплые как с такими дверями можно вставить дом не как никаких не резинок не прокладок ничего то есть он не отапливаемый будет получается все так холодный дом туда смысл его делать какое-то утепление еще что то то же самое окна двухкамерные самодельные стеклопакет без резины без ничего то есть грубо говоря в эти 13000 который он стоит их ну просто самый дешевый конструктив самая дешевая фурнитура вот такие должны быть двери но если будете ставить вот такие двери то никогда при данной системе ценообразования бюджет не впишетесь вот эта дверь будет теплая то есть ее можно ставить в предбаннике где нет предбанника то есть для наружной для наружного использования то есть она не будет покрываться и не здесь вот сделана система фиксации а тут даже замка нет просто то есть это просто уличная по сути дверь уже пошла фурнитура трахец ну да ладно смотрим из чего предлагают из каких материалов крепить опа и мы видим тот же самый порог стены пирог точнее стены в этом пироге стены у нас нету контур обрешетки с перекрытием стоек утеплителем у нас здесь опять же есть что usb наружнее которую в принципе я бы не использовал нету вент зазора для вентиляции собственно говоря он такой вот социальный порог стены теперь я понимаю почему многие делают такие дома потому что даже компании их делают ну это их право видимо на это есть какое-то их технологическое решение то есть обоснование них есть небось свое мнение потому что это правильно и очень круто на все это дело есть проекты разрешения обоснования повторюсь еще всякого вот есть различные варианты конструктива окон то есть это вот типа как стеклопакет что ли такой сделан эти же дома можно делать из бруса то вероятно клееный брус но повторюсь кто будет более-менее соображать и введет данные вот этого бруса в теплокалькулятор ему программа покажет что коэффициент теплосопротивления у вот этого бруса единица а минимально нужна тройка то есть этот брус нужно снаружи утеплять иначе будете улицу топить либо делать вот такой клееный брус то есть стены будут три должны быть три раза толще если делать из реального клееного бруса то есть они должны быть вот такими вот такая стена реально будет по норме проходить как теплая то есть она не будет требовать дополнительного утепления только вы за нее заплатите в два раза с половиной дороже наверное или в три чем за вот такую стену можно конечно сделать из такого бруса летний какой-нибудь домик веранду тоже можно все это дело отделано вагонкой классная система крепления наличников то есть офигенно по типу моего деда то есть на загнутый гвоздик новое слово строительство вставляете люди делают люди вы сделаете образец образец должна быть самая крутая штука которую вы сделали самая крутая вещь вообще чтобы люди приходили как салон где автомобили продают там было идеально намытая набритая накрашенная это предполагается что так в вашем доме состоять не лучше не хуже пойдемте по комнатам пройдемся здесь вот комната такая такая вот комната как и назвать интересно как полы сделаны полы кстати сделаны на доску на доску и тоже он гвоздями так все прибито у меня из короче ну комнатка короче какая-то кого вне поселить ну не знаю потолки здесь повыше явно здесь это может 2 метра ну это может 270 ну наверно там на 250 в бане были здесь 270 здесь вот более-менее такая нормальная комната на мой взгляд все отлично с комфортом жить вот есть фотографии с производства о том как делают окна то есть окна собственного производства компании видимо дочи на полу здесь лежит уже ламинат ну и судя по скрипу типа не знаю может кстати от печки не знаю ну короче не круто то же самое наличники запилил народ вот так вот мы запилить и мы красивенько хотя может дизайн вот это да да самое окна самые простые я не знаю кто сейчас себе поставит такую фурнитуру вот это все делаем по себе поставить доме комфорт без резиновых уплотнителей окна резиновых уплотнителей нету что это вообще такое как это куда ну как окна были покрашены снаружи прикольного покрасили окно когда она была смонтирована не отдельно окном а снаружи ну типа нафига его красить и внутри если это все равно образец но ночи крутяк короче вот она была закрыта и видно где покрашена где собственно говоря вот был элемент окна здесь примыкал и снаружи просто помазали ну да не портит но подразумевается что у меня тоже будет по одному болту фурнитуре давайте поднимемся на второй этаж посмотрим что в доме есть еще так есть еще одна комната типа гардеробной наверное и пойдем на второй этаж лестница ну лестница ничего такая кстати сделана прикольная лестница на втором этаже на полу ламинат обшито все вагонкой вот поставлен тут офис компьютер там все дела то есть удобно тоже какие-то сделаны конструктивные решения ну тоже блин вагонка на такие гвозди прибита а люди ну как вы как вы так вагонке видно запиленные сучки то есть которые повываливались для удешевления стоимости работ тоже которые вывалили снова и вставили чтобы вагонку не переделывать и подкрасили то есть это видимо делалось потом после того как прибили или до хотя может и на производстве но тут как-то шлифовалась или что-то структура дерева чуть-чуть отличается но все равно вот на эти гвозди прибить век современных технологий так это у нас терраса здесь террасная доска тоже кусок такое место он получается холодный не знаю кому-то планировка может и понравится не очень так вот здесь отсюда видно баня наша мы видим что на крыше собственных дверя нет никакой вентиляции если крыша и утепленная но она скорее всего не утепленная скорее всего крыша холодная там уцепленный потолок а вентиляционная душина вон она под крышей вон вентиляции есть то есть крыша собрана по технологии скорее всего то есть утеплитель вентилируется через вон ту отдушину вот из крышей вентилируется но в целом интересный кстати элемент вот этот он в чем смысл было делать вот эту штуку накладку от трубы какую-то не знаю так и не понял но видимо так надо вот кстати система крепления крыши так как я делал домик свой на мауэрлат то есть они выдвинули мауэрлат чтобы не усложнять стропильную систему в крыше вот но я бы на такую больше не делал на такой системе но она видимо попроще для возведения то есть меньше подрезки меньше запилок нужно запиливание но вот это вот баня который был первоначальный обзор вид сверху мы сейчас доме комфорт и все наверное вот сверху здесь тоже так вот есть тоже вентиляционное окно вот понятно непонятно правда для каких она целей скорее всего одно дает вентиляцию воздуха то есть этим конструктивным элементом что сделали убрали гензазор то есть не вент зазор убрали отверстие для выхода воздуха на крыше то есть у кого такой штуки нет на крыше то есть нету отверстий для выхода воздуха в принципе интересное технологическое решение то есть как вентилируется крыша воздух забирается из-под крыши проходит по утеплителю вот так вот и сюда выходит то есть это вот система вентиляции кровли принципе интересное решение вот хоть не зря съездил и так молодцы порадовали отличным технологическим решением по поводу вентиляции кровли кто не понял еще раз показываю воздух который будет сушить наш утеплитель заходит у нас из-под конька вот оттуда вот вот так идет вдоль утеплителя по вент зазору если он есть и попадает межэтажное перекрытие то есть между крышей и потолком и выходит уже через вот это вентиляционное отверстие ну прикольно сделано интересно вот здесь эта же система продублирован пойдем дальше посмотрим какие еще дома представила компания сочи городе минске в своем выставочном шоу-рум так мы находимся на чердаке на мансарде одного из домов этот дом используется как офис вот здесь видно что отделка трахец получше есть признаки жилья то есть освещение пожарная сигнализация установлена но интересный такой момент вода разведена и стойки собственно говоря вот стойки доски дюймовки походу сделано то есть это полезная ниша первый брус второй каркас ну красивенько когда она все отделано покрасим красивенько здесь вот у них тоже такие уже плана элементы фурнитуры но получше уже петли вот повесили видать для себя стеклопакеты стоят вот это напоминает уже жилое помещение здесь могут люди трудиться и зимой и летом стоит хотя здесь духа тень адская нет потому что кондиционера нету раз второе то что может не держит домик мышь не знаю мышь не знаю хотя не течет но тоже вот тоже здесь даже в офисном варианте вот монтаж вагонки вот такие супер гвозди на крыше стены почему-то на более тонкие сделали видимо потолок не так заметим мансардные окна вот есть сделаны симпатичные наличники все так же такими гвоздями то есть фишка фишка сборки супер технологически сами смотри дед мой не зря такие вот такой монтаж делаешь его перенимают до сих пор используют наличники на загнутых уголки загнутые гвозди критить загнутый гвоздик смотрится так они потом прибиты еще на гвозди ну вот я для меня осталась эта загадка смотрим здесь вот видно что везде стеклопакеты поставлены здесь вот бруса это каркас ну да наполовину дом сделан из бруса сверху каркас это же странно интересно как это но совмещено снаружи сейчас пойдем посмотрим как снаружи стыкуется каркас брусом средства выходим здесь вот видно дверь которая должна тут быть металлическая вот металлическая дверь всегда даст конденсат если нет предбанника предбанник вот он собственно говоря есть но это хоть похоже уже на что-то окна нормальные сразу видно вот тут хотя бы можно жить даже чисто теоретически таком доме вот этот дом стоит 28000 сказали он 100 квадратов застройки общая площадь 153 метра жилая 153 срок строительства 10-15 дней вот такой вот у него проект называется он феникс 3b так вот выглядит в общей массе план первого этажа и план мансарды 30 за домик интересно это в этой комплектации хотя железной двери еще ни о чем не говорят вот здесь есть интересно кстати момент представлен компания предлагает на выбор можно брус сделать и пошире вот это где-то ну двадцатка наверное здесь вот раз два три 4 5 5 досок до 4 по моему скреплено то есть 20 толщина то есть реально надо 30 чтобы было супер пупе но двадцатка тоже хотя бы лучше чем уже чем ничего пойдемте посмотрим о да тут еще домов целая куча тут целые целый микрорайон построен такие большие окна тоже вот она технологическое решение вентиляции где находятся кстати посмотрим софиты у них как сделано софиты у них сделаны софит это не вентилируемые так и стык видим нету не видно как-то снаружи где заканчивается каркас и начинается брус мостик откос вот там вот и начинается для нас вот вот этот вот тарелка а вот до тарелка и понятно нету вентиляции тоже вот здесь точно видно что нет вентиляции потому что идет брус и заподлицо начинается уже обшива вагонкой софиты не вентилируемые то есть крыша продавается чисто насквозь вот так то есть не из-под конька как я думал идет заводкой вентиляции она идет насквозь но интересное такое технологическое решение не знаю правда насколько она оправданная но вот делают сочетание бруса и каркаса но на них уже явно давно стоит куда ты знаешь зимой сюда за есть смотри какая-то затертая что ну терраса они уже ходят ходят видно давно-давно зимой посмотреть минус 30 сюда зайти минус 20 не посмотреть на либо приехать зимой я думаю если все будет хорошо то более холодного периода времени я куплю себе теплосканер и будет разбекаловка с проверкой домов на потерю тепла на анализ таким образом конструктива здания можно будет погонять по коттеджным поселком и посмотреть где какие у кого ошибки на что обратить внимание вот это кстати алдова я сделана проводка продается у нас минске такая вот система проводки такие вот ретро такие выключатели прикольные керамические вот вся проводка сделана в таком ретро стиле вот в этом домике мы которым находимся он 18 18 750 но здесь даже как-то по прохладе обогреватель стоит но увидим и фирма которая продает вот эти элементы сделаем такую разводку выставочных целях кому надо все спрашивают у него хочу себе такую но стоит она как пароход и так этот дом сколько там под 18 так двигаемся дальше что тут у нас есть у нас тут есть ванная вот интересная такая система полок какая-то крючки что лили что здесь вешать может что-то у ася так а где она тут было написано что это за дом входит так вот этот дом у нас называется болчуг 2 bk 156 на 9 ценник его 18 750 общая площадь 86 квадратов срок строительства 20-30 дней давайте сходим здесь вот кстати железная дверь стоит хотя бы напоминающая металлическая уп седгом республика беларусь дверь наружная стальная жилые общественные здания давайте глянем что там у нас внутри на втором этаже на втором этаже тоже у нас идет такой мансард то есть все дома с мансардной построены вот здесь довольно таки интересная планировка то есть на комнаты все разбито ну прикольно как бы тут можно какой-то хоть бильярд поставить достаточно удобная комната сделано прикольно так давайте двигаемся дальше обои срочно идем смотреть обои на царке вот такое вот интересное решение вот тут кстати видны софиты перфорированные кровля вентилируемая хотя бы теоретически сделано смотрим что это у нас за дом доской тоже не вентилируем но там вообще жесть дом феникс 2b 6 на 9 цена 18 600 короче порядок цен понятен то есть 13 20 30 тысяч можно что-то себе выбрать здесь тоже вот идет дверь металлическая в комплектации полоск рынок северный реклама данной компании бесплатная попрошу заметить здесь на первом этаже такая кухня прикольно сделано интересно потолки натяжные походу до натяжные потолки глянцевые дают матовый а вы их проверяли на этих самых на теплосканеры зимой смотрели не давали им так сказать тут прогреться при морозике как она себя поведет 150 брус 140 а это же получается какой вы максимально ставить так это получается теплосопротивление коэффициент это двойки даже не дотягивает нормы то есть эти наши санитарные то есть стены по-разному должны держать тепло в зависимости от типа строения а здесь какой получается коэффициент у бруса вашего на память не вспомнить ну по норме то тройка должна быть хотя бы минимум общее теплосопротивление стены для постоянного проживания он все эти нормы выдерживает 140 брус это идет больше для дачного проживания дом либо как дом дом демисезонный когда вы приехали на неделю там на 2 зимой там на вот на зимние канюковы да вы чуть чуть сильнее подтопили немножко больше потратились на отопление а чем у вас тут топят вот эти батареи у нас здесь вторичневом доме у нас пристойкость беллотопочная она расправляется на два дома отапливать там газовый котел стоит? нет, теплотопливный котел стоит мы зимой себя прекрасно чувствовали заходишь в офис и снимаешь это вам два дома отапливают тут котел не против вы что снимали? нет? ну как вам сказать могу потом заявить что так вы если заявляете то сразу я против что без меня меня женились? да без меня меня женились если против я тогда вывяжу сразу потому что я буду на этот в интернет выкладывать себе на канал простройку минимальный канал как я домик строю и всякое такое дадим конечно а полы до этажами там зато не получается батут? естественно укладывается перекрытие 35 на сотка идет в базовой комплектации и туда укладывается шумоизоляция 100 мм пароизоляция с двух сторон снизу подшивается вагоночка и сверху укладывается доска пола 21 мм это желание можно поменять на 35-ю как вариант вот здесь у нас натяжной потолок сделан но это вот в этом доме конкретно это все варианты отделки санузел он тоже идет изначально в базе в чистом дереве потолки вагоночка на втором этаже тоже вагонка не хотите вот так чтобы все было сделано всегда можно посмотреть в каркасе это вообще очень легко и просто отняли вагонку и заложили всем чем угодно в брусе тут уже немножко посложнее было здесь тоже второй этаж получается каркас а кто вас каркасы планировал? пирог стены так сказать у нас есть технологический отдел который этим всем занимался и грубо говоря если говорить о компании изучить то это 23 года опыта пирог стены у вас там так сказать технологически обоснован что надо делать именно так да смотрите есть разные технологии на самом деле да то есть даже если вы посмотрите почитаете в интернете грубо говоря как укладывать в свою летовлагозащитную пленку на одном сайте будет написано что под ОСП плиту на другом будет написано что на ОСП плиту а надо где посмотреть? в технологической карте производителя который вам продает эту пленку там может быть написано куда ее укладывать не надо смотреть в интернете разница по пирогу может быть потому что кто-то у вас пирогу вообще не укладывает а вы каким утеплителем вот у вас каменная вата какой используете парк там не парк нет у нас по-разному бывает бывает на бывает изобие бывает парк бывает техникульт ну ниже идет у всех как бы технология их не которая они рекомендуют для своего утеплителя как использовать то есть там допустим по порогу есть книжка там страниц на 300 там все варианты утепления а пирог утепления он предусматривает наличие либо отсутствие ОСП плиты и каким образом и где она должна находиться разные технологии кто-то ставит стойкие каркасы 70 на 150, 70 на 200 по-разному скажите а вот я обратил внимание у вас представлены макеты стен то есть пирог стены и там допустим для утеплителя но всяком случае на макете и на образцах которые здесь стоят я допустим не видел вентилируемых зазоров между пленкой и наружной мембраной ветрозащитной и наружным отделочным покрытием между вагонкой грубо говоря и мембран а как может зависеть от заказчика если заказчик не разбирается а мы объясним заказчик и что вы предлагаете делать вентфасад или не делать ну мы предлагаем не делать не делать а почему ну такие технологии у нас не делаем если надо сделаем кто он принципиально хочет то есть вы больше ориентируетесь на время на не то что рекомендуют производители того же утеплителя то есть у вас как-то свой подход вы стремитесь но утеплитель нужен для чего чтобы утеплять стены а в инструкции написано как им правильно пользоваться соответственно если вы а там все предусмотрено читали кстати по пары купить раз книжечку я читал она у меня даже есть по пары купить но одной книжкой больше так вот я пойду почему не надо по вашему мнению потому что она только расе остается на вагонке вентфасад делается для того чтобы точка расе оставалась на влагозащитной пленкой а где вы это просчитали что она остается на вагонке на наших технологических документов просто есть общедоступные техно теплокалькулятор в интернете ну различные виды теплокалькуляторов которые в принципе не вызывают по своей методике расчета каких-то сомнений о правильности если в них заложить ваш каркас стены который у вас сделан то у вас . раз и не будет на узбек плите она будет на вате я пробовал потому что я вот так же как у вас сделан порог пирог стены я сделал себе что случилось? пришлось утеплять ват пришлось утеплять усб снаружи с 7 сантиметрами утеплителя я даже не пробовал как дом грубо говоря себя поведет при тепловым воздействии то есть зимой там когда внутри тепло снаружи холодно я когда ввел данные в теплокалькулятор мне теплокалькулятор показал что будет зона конденсации а в теплокалькуляторе на СОВТОТОМ не проверяли? есть такое понятие как аксиома это утверждение не требующие доказательств потому что теплокалькуляторы у них есть заранее выверенная методика просчета которую в принципе можно проверить там все данные есть и можно то же самое сделать только не по формулах то есть там тот же расчет только визуально как визуально более такой интерактивный для простых масс чтобы мы с вами не сидели формула там не считали мы там слои набрали толщину из какого материала вид утеплителя и нам показало тепло сопротивление зону конденсации проходит по нормам не проходит вот этот пирог стены который я сделал а я себе сделал там но вы уже жили в этом доме? нет конечно не жили в нем не знаю может в следующем году но уже все закончили это делать? у меня под крышей стоит с наружной отделкой с наружным утеплением соответственно сейчас этап я буду коммуникации на участке делать окна двери окна двери стоят да пластиковая то есть у меня сейчас что там воду подвести канализацию подвести утеплить его изнутри собственно говоря отделку сделать и расстроить стена предусматривает 15 сантиметров утепления и снаружи поверх усб еще два слоя да пять и три а чем у тебя пароком камень а минеральная плита а сверху что укладывали на зону? я не использовал пленки наружные вообщем знаете почему? ну вот интересный вопрос вам будет в каких случаях на утеплитель не используется пленка? так а внутри какой? внутри вагонка тоже будет ну там что-нибудь подороже у меня небольшой дом там примерно до 30 квадратов вот но единственное что потолки высокие там раздоскатная крыша 3 метра на 4 получается но можно и без пленки кстати это дороже гораздо технически но если даже забивать пленку любую тот же теплокальпулятор она дает на себе конденсацию если даже предположить что теплокальпулятор у вас прям вот нацелен есть оптимальные понимаете нормы минимальные хотя бы желательно вот я когда по любости делал я переборщил с этим самым у себя с переборщил со стойками то есть я сделал излишне крепкий каркас то есть там конкретно а деревянные делали или металлические? деревянные вот я делал из сурового дерева и переборщил конкретно там просто там не знаю а чего из сурового? а чего из сурового? ну потому что это в три раза дешевле чем сухое и если делать правильно то все то же самое получается ну да вот у меня он год стоит я как раз сейчас снял ролик что бывает с сырым деревом когда он простоит год пока все хорошо? там вообще даже щелей нет вообще просто значит хорошо сделали ну да я же говорю если правильно делать но его нужно заранее не утеплять если вы из сырого дерева построите сразу его утеплите внутри по стенам загоните пленку ну ну да если делать это на производстве собирать то это конечно проще у нас все по месту просто на производстве все распиливается и разбирается то есть дом приходит у каждой доски уже есть предназначение ребята на месте ничего не берут ну у вас дома комплекты по сути да оно приходит и просто они это все собирают они собирают дома комплект поэтому и быстрые сухи у нас получается вот ну и плюс без сухи знаете когда человеческий фактор на два сантиметра не там отпилил потом добил дорезал и так далее ну да в этом проще ну вот я смотрел россияне тоже из дома комплектов собирают интересно но они же мерили есть такая компания тоже не помню как называется из дома комплектов делают они они мерили влажность древесины технической сушки и естественной сушки через примерно две недели отстаивания каркаса который стоит там на улице и то и другое приобретает влажность уровень 18 процентов ну оно просто понимаете когда идет естественная влажная естественная сушка но потом быстрее туда набирают быстрее сохнет а техническая сушка она как назвала так же быстро ее и отдал вот вопрос вопрос ну может как то да но с учетом разницы в пиломатериале в три раза то есть это да вопрос если вы смотрите вы когда с вы дом начали строить в прошлом году ну вот видите а вы у нас бы если бы заказывали дом мы сделали каркас вдвоем втроем сделали каркас под крышу с накрытием крыши полностью за 12 дней без образования все просто и по платформе дом получается технический кружатор он показывает утепление он не показывает каркас стены расчетные нагрузки и в принципе то с учетом веранды дом получается 8 на 11 веранда большая а дом сам 4 на 8 по наружным стенам просто вот интересно конечно я вот когда снимал ролик обратил внимание там просто народ смотрит у меня ролики где-то около там трех тысяч подписчиков на канале и ну много кто смотрит и вот когда выкладываю ролики допустим не вот ставили окна пацаны поставили мне окна сказали офигенно поставили мы выложили ролик как они ставили а есть технология выполнения работ мы залезли как ставить пластиковые окна там все написано собственно говоря что нужно делать есть технологическая карта и у вас собственно есть на все виды работы где расписано собственно что вы и как делаете если ваши монтажники делают соответствии с этими картами то собственно вы подонесете гарантию за результат а если не делают не в соответствии на наши столярные изделия на пластиковые сколько на дом и как то есть а что гарантия получается мы вам построим дом и мы гарантируем качество этого дома это что он будет стать то его самостоятельно уже сами будете внести за ответственность вы сами будете это сделать то есть поэтому всегда есть выбор либо делать это все самому как бы и ну грубо говоря искать заказ материалы вести и так далее ну да но тогда на вас нужно надеяться сильно когда стоит вопрос почему нет вент зазора говорите так надо не так уж фирма с вами договор заключается выполняется соответствии там с правилами своими и так далее а вот еще кстати момент хотел спросить вот честно интересно вот эта система крикления наличников у вас на гвозди такие загнутые вот я честно вот не знаю зачем смотрите просто брусовой дом например да ну да но крепится изначально вот это дома не особо не на гелях а на специальных шурупов да поэтому здесь в принципе сильно разницу не заметите первое время брус первый год он дает усадку и 4 сантимента как ни крути но все равно усадку минимально он да в любом случае усадку он даст поэтому вот эти вот болтики это временная мера первый год они будут на второй год уже когда он полностью сел они просто убираются и заделаются финишными гвоздями мелкими вот если подойдете там вот финих пейте например да ну вот видите вот он с ноября месяца стоит вот этот гвоздь временная мера который держит вот эту балку чтобы она не пронеслить его и вот эта усадка с ноября месяца за полгода вот буквально тут меньше сантиметрика но он сел все равно как вот это получается прибито по коробке коробка собственно стоит а брус садится опускается поэтому первый год вот эти но они здесь вот прибили тоже вот так а там с верхней палки никуда не денется потому что там коробка стоит вот и все а здесь она уже именно крепится вот и все через год но он не так же не сжимаются а не сжимаются конечно же в обстанных коробках устанавливается смотрите вы видели обстанную коробку вот она обстанная коробка в брусе которая ставится поэтому что окна что дверь их не выломает не выкрутит они как открывались так открываться и будут и они прокладываются пакли по бокам и сверху если бы мы их запилили тогда бы был вариант чтобы их могло вырваться оттуда а пакли работает отжимания и у сжимания не только запомни тебе запенили вот видите эти же страниц нет не вы запенили товарищи которые мне ставили окна вот эти вы говорите почему бракодила они ему на сруб запенили окна и у него все перекосило сейчас нет у нас на паклю все сверху даже когда брус садится пакля она работает на вжимании и уживания вот саня на паклю надо было а ему на пену получается скажите саня на пену нельзя и вот обналичка вокруг окна она точно так же на саму коробку она прибивается и держит ее а именно по бокам временные вот эти вот гвоздики а потом уже через год клиническим гвоздем можно пробивать а этот получается первый год этот в ноябре месяце его закончили стоит подоконники я такие видел кстати на одном из домов руками делают это отливы вот это а подоконников как таковых мы фактически не делаем мы делаем внутри дома подоконная доска у нас идет если нужны подоконники а окна тоже вот эти сами вы на производстве делаете правильно как я понял по фотографиям они же холодные у моей мамы до сих пор такие окна с 94 дома это самое главное когда у меня либо у кого-нибудь из этих самых слушайте ну вот пойдемте не против если мы вас чуть-чуть еще отвлекем по поводу конструктива вот этого конечно знаете сколько заказов у вас будет но этот ролик посмотрят минимум тысячу раз за следующий месяц минимум серьезно но вы если что там помечаете что сюда надо идти а то перепутаем макияж компанию зодчи я сначала вот снял какие у меня были вопросы а сейчас вы собственно говоря на все их ответили тут то есть было мое мнение что я говорю ну я бы так не делала вы говорите все круто все стоит вот здесь у вас получается а здесь плиточный правильно здесь вот а стойки какие вот это сечение стоят а угловые стойки идут двойные ну да правильно как сопряжение углов а снаружи мембрана какая изо какой спорта изоляция внутри изо спан класса а снаружи а внутри класс б укладывается а какой у нее снаружи ну пропускаемость пара не знаете 115-130 я помню наизусть все цены домов всех комплектаций и все дополнительные опции а вот по коэффициентам а делаете всегда так из трех листов по пятерке или десятки ложите и пять в основном из трех листов по пятерке а что-то еще хотел спросить у вас интересная система сделана в вентиляции то есть везде подкровенное пространство идет такая вентиляция это чтобы на крыше не делать воздух выводящие эти отверстия а получается забор воздуха тогда где оно просто вентилируется с одной стороны со второй вентилируется просто стопила и обрешетка а то есть оно сам саму кровлю оно не вентилирует нет она вентилирует только вот именно покровенное пространство вот это вот верхнее и снизу точно так же по фундаменту делаются всегда в воздухе чтобы вентилировалась то есть вы считаете что вентиляцию кровли тоже не нужно делать нет это как таковое как таково у нас здесь выставочные образцы то есть здесь же нигде нету ни камина ничего правильно кто-то кого нету ну камина обычно вот как идет отопление дома через что ну чего есть там отопление там вот там печка буржурка просто на полу стоит как образец то что можно использовать ну может дымоход не вывели чтобы показать конструктив то это отражает то есть здание то есть у вас вот допустим у вас вот в этом доме софиты зашиты вентилируемые а вот в этом в котором мы сейчас находимся у вас наглухо все зашито и вот допустим вариант сочетания бруса где там не наглухо там идет обналичная доска которая укладывается а она с шагом с зазором доска да вижу а здесь просто пластиковые софиты потому что это тоже как образец вот у нас то есть софиты могут быть разные по сути но вы вентилируемые ставите здесь мы поставили гибкую кровлю это образец того что вместо металла можно положить гибкую кровлю и то же самое софиты хотите поставим деревянные вот такие с зазором хотите поставим вот такие пластик ну собственно цена вопроса там разная в зависимости от комплектации кто кому то даже больше не нравится дизайн кто то именно дерево ну дерево подороже выглядит согласен оно так более так сказать едино но у вас крыша получается она вентилируемая вся идет то есть вот эта вентиляция она по сути вентилирует и крышу то есть из под софиты воздух затягивает а стены не вентилируемые делаете а так внутри дома тоже по своему усмотрению кто то ставит уже вентиляцию комнат кто то не ставит тоже вопрос цены кому то кто то где окна открыт будут заветливаться кто то ставит вентиляцию а так скажите как вот много домов заказывают да популярная так сказать то есть у вас услуга пользуется настроение да наверное делаете потому что хорошо наверное так наверное вы говорите конечно делаем мы лучше всех поэтому клиентов отбой заказываете по кругу выставочный образец на Тимирязево вот этот вот дом стоял который мы потом сюда уже перевезли и потом уже сделали выставочную площадку наверное все таки спрос есть раз поставили чтобы люди могли прийти ну да видимо несмотря на вот эти спорные моменты определенные в целом технология скорее всего выберенная с вашей точки зрения и оправдывает себя может хотя с ней возможно кстати некоторые будут не согласны но сколько людей столько мнений да вчера дедушка пришел и сказал знаете что говорит вам надо поехать в Карелию собрать все ваши компании и поехать в Карелию и пускай вас там научат как делать дома из дерева вот они делают тайны развернулся и пошел ну вот что но они по финской технологии и каркасы выпадут скорее всего а может по какой то другой это понятно у дедушки нет такого понятия что надо в Финляндию ехать учиться вот он был в Карелии видел это и все поэтому кто что увидел кому что рассказали кто во что поверил ну он же там неделю жил или месяц или год а тут он там зашел на 5 минут посмотрел не так как там ну не так прибьет обналичка все все вот кстати я про эти тоже думал нафига эти гвозди прибивают оказывается нужная технологически правильная вещь единственное кстати вот заметил еще у вас вагонка на стенах прибита мелкими гвоздями а потолки прибиты такими толстыми гвоздями ну вот здесь с большими шляпками это все сделано вот так вот ну это тоже как то специально ну это похватка или просто что не видно не 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 нагрузка по стенам горизонтально она же укладывается в шиппаз и она сама себя немного делает а здесь получается нагрузка то больше понятное дело что с гвоздями ничего не так на нее ж не давит ничего по сути кроме ее собственного веса а сверху придет нам те 4 человека 150 кг начнут прыгать да какой у вас тогда порог потолка получается если там шумоизоляцию не так она ж прибита по балкам вот это получается правильно ну а потолок то тоже балки получается сверху и снизу и снизу вагонка то есть кто то наступает они ж на балку наступают не на вагонку ну а сила гравитации мы ж ходим правильно разговариваем телевизор музыка ага то есть это оправдано вот этими расчетами что идет нагрузка и вниз давит все таки с действием гравитации музыка это мелкие дешевле стоят могли бы все мелкими бальками ну это не самые мелкие кстати ну понятно так вот это вручную забиты кстати из пистолета ну да видно что гвозди такие для ручного забивания но аккуратно забили видно с первого раза попали молодцы ну все спасибо вопросов в принципе больше нет выложим ролик пускай народ смотрит радуется будет вам обзорчик так сказать лишняя реклама народ обсудит всем интересно я бы вот честно сюда бы не доехал пацаны ехали как я думаю ооо дома посмотреть поеду конечно как куда вы едете из Минска ну мы уже в целом где там на парке челюстницы находимся без минус ну как бы без особой необходимости не будешь там ездить откуда вот так вот так интересно да спасибо так гасим наш ролик есть проектов которых топка уже изначально предусмотрена да то есть есть отдельное помещение оно может называться у нас на сайте как топочная может быть как плодовая может быть как подсобное помещение вот в таком плане можно внутри дома сделать перепланировку да и куда-то ее вписать если ее нет как вариант чтобы не терять жилое пространство дома можно достроить вот такую топку по размерам она 2 на 2 с половиной это топочная по цене 1300 это уже с наружной зашивкой вагонка с металлической дверью окошком кровля металл фундамент под нее и внутри зашивается теплозащитными материалами и у нас здесь как вариант вот стоит вот этот топливный котел российский теплодаровский вообще варианты котлов каждый сам выбирает по себе дровами то есть он там ничем да у нас здесь топится именно пилетами это вот такие вот мелкие штучки деревяшечки то есть ну по сути дерево пыль да такое преобразованное он вам и воду греет ну у нас здесь воды нету но в труба как грубо говоря отопление дает и вот здесь сверху бункер да это все засыпается туда порядка семи пакетов это вот топливо влазит на компьютере выставляется температура которая должна поддерживаться в доме сам по себе этот компьютер работает от электрики а жрет грубо говоря как ноутбук по электричеству ну это не изотарно вот и все выставляете температуру стало на улице холоднее например там днем было минус 15 оно еще стало минус 25 значит он сильнее подбрасывает вот там наоборот опять стало потеплее он значит меньше топит и все через эту трубу туда подкидывается пилеты в свободном доступе стоят от 80 евро они это уже за тонну пилет из-за пакета за тонну у нас на тропительный сезон ноябрь-апрель мы отапливаем вот этот коричневый дом и тот красный феникс у нас в общей сложности 250 квадратов ушло порядка 4,5 тонн то есть фактически 250 квадратов 6 месяцев да вот поэтому это очень выгодно то есть по сути это вот аналог газового отопления вам не надо превращаться в кочегары носить эти дрова подбрасывает ну вот самостоятельно закинули есть вариант уехать куда-нибудь на неделю на две поставили минимальную температуру чтобы не совсем дом охлаждался и все и он сам себе подкидывает в доке если там ну мало ли что случилось закончились пилеты и так далее отсоединяется вот эта вот коробка и сюда просто внутрь можно спокойненько закидывать обычные дрова и то же самое это пицца будет то есть ну вот мы для себя вот ведь как нету газа например у кого-то там на площадках ввести его дорого электрический котел это всегда дорого потому что ну электроэнергия у нас не самое дешевое удовольствие вот а в плане твердотопливный котел вот как у меня у мамы твердотопливный стоит то это конечно беда каждые три часа ходить и бросать давай а вот эти всем упаковок эту штуку это на сколько хватает где-то на 4-5 суток ну раз в неделю это если температура чтобы в доме была такая 27 градусов и это вот ну на этих 250 градусов а если дом у вас поменьше вот и плюс ну по теплу учитывайте у нас что здесь 140 вброса для постоянного проживания это либо каркас либо 180 это потеплее материал поэтому расход будет еще меньше ну это вот как вариант чем можно допиться и как можно достойно чтобы не терять живое еще вспомнил у вас вот получается в пироге стены поперек не перекрывается в ватой то есть по стойкам получается только ставить вертикально горизонтально не укладывается то есть вот тоже проходит а то народ там пишет мостики холода там всякие мёрзнуть не мёрзнуть ну каждому свое если посмотреть на саму текстуру дерева то есть почему раньше вот если посмотреть старые технологии когда ставили дом в ременьке без бруса и в обычной середовке кто-то это делал кто-то нет в общей сложности обычно всегда зашивали дом потом доской широкой такой доской во-первых а вторых само по себе дерево то есть у него текстура когда холод идёт вдоль именно текстуры дерева тогда холод гораздо быстрее а если оно идёт поперёк оно просто упирается и не проходит ну там другое чуть-чуть сопротивление это да и стойкие каркасы скажите у вас стропильная система из таких же выполняется сечение пиломатериала 35 на 150 а дешёстка 24 на 100 но у нас шаг то старше преимущество шаг 37 см если кто-то укладывает например 60 то есть вы подрезаете материал получается фактически он у нас потоньше например чем кто-то может положить но он у нас очень часто так же и лаги полу но при уцеплении лишняя подрезка получается специально да и то же самое у полу кто-то укладывает например берёт лаги 70 на 100 и составит их в 80 см разнице то есть шаг у нас опять-таки 35 на 150 либо 35 на 195 в зависимости от дома и от его комплектации на шаг в любом случае остается 37 см ну 37 см он сделан из засечения правильно доски понятно сейчас Аня пошли брать пошли по дому закажемся пойдем спасибо что спасибо все все просто так что ли распиналась ну полчаса пора все иди заключается как раз заранее предоплату внесешь у нас сейчас архитектор может помочь мы рисуем наши дома проекты не нужно рисовать они у нас уже все мы просто идем мы вам даем вы согласовываете если надо заработать индивидуально какой-то тоже можно нашим архитектором это сделать смотрите думаю почти уже готов да ладно спасибо еще раз счастливо до свидания итак мы побывали на шоуруме компании Зодчий в городе Минске посмотрели проекты их домов побывали внутри пообщались с представителями компании мы выложим все это дело на суд трудящихся посмотрим что народ скажет как будет обсуждать фундаменты да виды фундаментов сделаны в зависимости от ну это типа армирования а это отпечатано usb заливалась в эти usb то есть вид фундамента в зависимости от нагрузки на дом какой может быть ну да конечно метрового нет нигде у нас пацаны по метру льются с меню наверняка будут вопросы если пишите на собирается много вопросов приеду еще раз задам товарищем с этой компании проведем какой-нибудь интервью всем пока ставьте лайки подписывайтесь на видео в описании до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч